Периодически здесь прогуливаюсь, конечно, наблюдая за процессом стройки. В принципе, процесс идет, это очень радует. За процессом возведения 14-ти этажки в районе пересечения улиц 50-летия Октября и Ломоносова дольщик Павел Куропов следит неустанно. Видел, как построили первый, второй, третий и четвертый этажи. До его однушки она будет располагаться на десятом еще далеко. Кстати, сначала благовещенец хотел приобрести двушку, продав 35 квадратов в самом центре города. И варианты вроде были, но потом подорожали. Денег хватило только на однокомнатную, правда, побольше первой, на 10 квадратов. Я купил эту квартиру за 82 тысячи за квадрат, хотя в момент начала старта продаж она, по-моему, стоила 72-75 точно был. Смотрел также варианты в микрорайоне по 75 тысяч за квадрат. В принципе, ценник достаточно комфортный, но, тем не менее, это не намного дешевле, чем здесь. Поэтому, учитывая транспортную недоступность микрорайона, как мне кажется, естественно, не очень привлекательный вариант. То, что на окраине и в центре города цены на недвижимость сравнялись, подтверждают и риэлторы. Как и то, что квадрат в новостройках подорожал на 40 тысяч рублей. Объяснение этому есть. Во-первых, стоимость квадратного метра от застройщика складывается из себестоимости материалов. Цена на последнее подскочила вслед за ростом валют. С начала года на 15 процентов подорожало оборудование. Но ключевым стал все же другой фактор. Связано это с дальневосточной ипотекой, с появлением сельской ипотеки. Ну и, соответственно, спрос рождает предложение. Предложения у нас, конечно, с начала года повысились. То есть, если раньше средняя цена за квадратный метр была 60-70, то сегодня эта сумма доходит до 100 тысяч за квадратный метр. К сентябрю специалисты ожидают очередной скачок цен. Впрочем, у тех, кто хочет стать участником льготной ипотеки под 6,5 процентов вместо обычных 8,5, время еще есть. Подать документы можно до 1 ноября текущего года. Тем более, на днях правительство утвердило снижение первоначального взноса. Теперь он составляет 15 процентов от стоимости жилья. Теперь в программе смогут принять участие и те потенциальные заемщики, которые еще не успели накопить сумму, необходимую для уплаты первоначального взноса. За три прошедших месяца подано более 200 заявок на эту льготную ипотечную программу, выдано более 150 кредитов, в общем объеме свыше 400 миллионов рублей. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город».